Каждый год, 31 декабря, мы хотим простоквашину уехать. Но что мне надеть? Тебя же узнать нельзя! Ты что напялил-то на себя? Начнем сначала. И с Новым Годом! Самые яркие эмоции, настоящие чувства в это время можно увидеть не на новогодних мероприятиях, не в кафе, ресторанах или магазинах, а, конечно же, на вокзалах и в аэропортах. Ведь каждый из нас стремится провести все новогодние праздники с самыми родными и близкими людьми. И не важно, сколько для этого придется преодолеть километров, ведь это того стоит. Уважаемые пассажиры, до Нового Года осталось 5 дней, поэтому поторопитесь к своим любимым скорой поезд «Реальная любовь» отправляется прямо сейчас. Лучший подарок на Рождество – это ты. О лучших новогодних подарках и любви, которые правят всем миром, режиссер Ричард Кертис рассказал в 2003 году. Как признался он сам, на съемке каждого романтического фильма у него всегда уходило по 3-4 года, поэтому в «Реальной любви» он решил показать сразу несколько историй. И пусть эти волшебные моменты останутся не только в памяти, но и на фотографиях и видео. В объектив фотографа Надежды Резниченко сегодня попала пара, для которой Новый Год не просто праздник. 1 января, почти 3 года назад, Остап признался Полине в любви. Ну это было прям смело, и я такая встала и молчу. А он стоит на меня, смотрит и понять, как ожидалось это другое. А я молчу и думаю, ну если я сейчас прямо возьму и скажу, то есть как девочка, думаю, я так сразу не буду. Но уже через несколько дней после этого Полина все же ответила на признание. По словам Надежды, фотосессия стала очень популярным новогодним подарком. Начнем сначала. От начала и до конца в фильме звучат самые красивые новогодние романтические песни. Музыка – один из самых проверенных способов, чтобы создать праздничное настроение. А еще это увлечение может помочь наладить личную жизнь. Девушки любят музыкантов. Даже у самых странных есть девушки. Николай и Андрей, учащиеся в музыкальной школе, к Новому году специально разучили новое произведение. Как и герою фильма, Сэму, баянистам хотелось бы сыграть для прекрасной девушки. Однако пока такой возможности у них нет. У нас в коллективе нету девушек, и из-за этого никто не видит. А хотелось бы. Да. Хоть одну в наш коллектив было порвать. В том, что песня – один из лучших новогодних подарков, уверена преподаватель игры и импровизации на фортепьяно Евгения Широкова. Среди ее учеников много взрослых людей, которые решили освоить музыкальный инструмент ради своих вторых половинок. Иногда то, что ты не можешь сказать словами, можно через музыку, через творчество, через какое-то передать, потому что слов и так у нас достаточно в жизни. Поэтому на них уже слова, ну как бы, внимания не обращаешь. Король славный, Венчеслав, на перу бодрящем. Но если пение не ваш конек, есть и другие варианты. Влюбленные часто друг другу на Новый год дарят подарки впечатления. Правда, потратить на такие развлечения придется немало – от двух до тридцати тысяч рублей. И как ни странно, на такие поступки чаще всего решаются женщины. Надо сказать честно, что женщины покупают больше, примерно 60 на 40. Но молодые люди очень дотошны, они будут спрашивать, интересоваться, что ли понравится. Зато мужчины в новогоднюю ночь часто решаются на другие поступки. И я объявляю их сейчас мужем и женой. Новый год – отличная пора, чтобы начать новую совместную жизнь. Так считают не только сценаристы фильма, но и красноярцы. В ЗАГСах по традиции расписаны абсолютно все предпраздничные дни. Музыка Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»